Гражданские инициативы объединяются. Что вчера произошел круглый стол? Да, вчера произошел круглый стол. На нем достигли какого-то компромисса и консенсуса все гражданские активисты. И, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, какие планы и как вы будете работать уже сообща с этими инициативами? Федор Венеславский. День добрый. Вчера произошло очень, можно сказать, знаменательное событие в жизни общественности города Харькова, Харьковской области. Тех общественности, той, которая активно занимается иллюстрационными процедурами. Как мы знаем, фактически после революции достоинства в Харькове на том тренде, который существовал, было создано несколько общественных организаций, которые занимаются иллюстрацией органов у старостной власти. И те общественные организации, которые в этом процессе наиболее активно преуспели, вчера на круглом столе приняли решение скоординировать в дальнейшем свои усилия, для того, чтобы власть понимала, в Украине и в городе Харькове, в частности, в общественных организациях нет разобщенности. Мы будем действовать совместно и координировать свои усилия в сфере очищения власти от тех должностных лиц, которые не должны занимать те должности, на которых они находятся. Формы сотрудничества, формы координации будут выработаны представителями основных общественных организаций, которые на этом поле действуют в ближайшее время. И я думаю, что это станет первым таким значительным шагом на пути реального достижения тех целей, которые ставит перед собой общественность по поводу отстранения должностей разных людей, которые недостойны занимать данные должности. Поэтому круглый стол, состоявшийся вчера, он показал, что есть первое, желание совместно действовать. Второе, есть усилия и желание продолжать эту деятельность, чтобы она не затухла, как обычно бывает после патриотических подъемов, следуют спады. У нас, к счастью, это не происходит. И те общественные организации, которые в данном случае представлены, и те, которые не представлены на данном брифинге, они демонстрируют своими реальными действиями желание, усилие продолжать эту очень важную составляющую деятельности в обновлении нашего государства. Ну, я понимаю, что это кропотливая и монотонная работа для того, чтобы очистить ряды власти от тех коррупционных составляющих. Поэтому Дмитрий Марцонь продолжит. Да, добрый день. Действительно, я хотел бы согласиться с тем, что произошло поистине историческое событие вчера. Впервые, на мой взгляд, настолько, насколько я отслеживаю ситуацию по Украине, произошла консолидация на уровне области всех иллюстрационных сил, основных, которые занимаются этой проблематикой. Они, мы между собой нашли компромисс, нашли консенсус, определили те порядки, на которых мы будем объединяться и совместно действовать. Это, на мой взгляд, огромный колоссальный шаг вперед. Почему? Потому что каждый из сидящих здесь нас совершал уже в своей общественной деятельности много действий, направленных на то, чтобы закон об очищении власти, на то, чтобы чиновники, которые подлежат этому закону, да и не только, потому что мы, я лично не считаю закон идеальным, я считаю, что он подлежит доработке, мы действия совершали. Но наш оппонент, наш противник в виде той системы, в виде того режима, который во многом на самом деле сохранился, это лично моя субъективная точка зрения, я так считаю, он очень сильный. И он точно так же пытается либо объективно, либо субъективно влиять на процессы разобщения и деморализации гражданского общества. То есть то, что мы видим на примере Хайковского общественного совета при обл. администрации, конечно, не добавляет плюсов в общественную деятельность и наоборот, на мой взгляд, ее позорит и дискредитирует. Уничтожая веру граждан в то, что гражданское общество может на что-то влиять. Мы должны понимать реальность, что гражданам очень важно иметь веру в то, что их действия достигнут результата. И я думаю, что вчерашнее наше собрание, вчерашнее наше показание того, что у нас могут быть разные позиции по некоторым вопросам, но тем не менее мы все свои амбиции можем собрать в кулак и осознать, что если единым фронтом не выступить против этой ситуации сегодня, мы не сможем победить. Если даже на уровне Киева мы видим сегодня прецеденты, когда административный суд просто в наглую запрещает осуществлять процедуру иллюстрации своими решениями и своими определениями. Но это там, и там благодаря киевской общественности хотя бы это видно. Здесь же по Харькову мы знаем огромное количество прецедентов, когда люди продолжают работать вообще на своих должностях, просто под брендом, выгонывающим повестки и так далее, и фактически саботируя все, что только можно. То же самое касается и судей, которые номинально, как оказалось, уже большинство прошло иллюстрационные проверки, общество об этом не знает вообще. Поэтому только совместными, только консолидированными усилиями, я уверен, мы сможем сдвинуть этот пласт. Зачем нам нужен общественный совет? На мой взгляд, это будет, а, орган, который юридически сможет закрепить консолидацию между нашими силами, между теми лицами, которые болеют этим вопросом, которые действительно хотят приложить свой вклад к дальнейшему его построению. И, безусловно, сможет дать довольно серьезную площадку для дискуссий, для мыслей и для выведения в свет всех этих фактов, как это происходит на территории города Киева. Это довольно эффективная площадка, когда все эти персонажи, которые идут в наш самый гуманный в мире суд, получают там индульгенцию, хотя бы придаются свету и гражданскому мнению. Это тоже уже, на самом деле, немало. Если мы этого достигнем, я уверен, это будет одна из первых побед. Поэтому движемся в этом направлении. Я надеюсь, что мы с этого пути не свернем. Уверен, что все, кто здесь сидит, разделяет эту точку зрения. Я это вчера слышал. Поэтому наша ответственность довести это до своего конца и победить. Лично в этом конкретном направлении обязательно. Я так понимаю, что очень быстро к хорошему привыкают. Люди системы привыкли к тому, что это их парафия. И пускать гражданских активистов никто не собирается. То есть, насколько вы считаете, хватит ли сил, потенциала и резерва у гражданских активистов? Я скажу, что Конгресс Украинской интеллигенции, который создал минулого року, в лютому, Громадский иллюстрационный комитет, мы занимались как раз Громадскими организациями еще с 95-го года. Понимаете, в тот момент, когда менялись главы, когда все менялось, но мы остались, мы выжили только потому, что мы делали такий великий стрижень патріотичный, что мы должны что-то делать для народа. И главное, что мы делали, это объединять людей, объединять общество. Потому что вся глава, вы же знаете, она работает для того, чтобы разъединять, чтобы легче управлять. Мы объединяли общество. И когда мы услышали, что сейчас объединяются все общественные организации, иллюстрационные, конечно, мы пришли в первую очередь, потому что это нужно делать. Настал время, перед нами выборы. Если мы програем сейчас, если мы сейчас не объединяемся, во время начала, создавая этот иллюстрационный комитет, громаду иллюстрационную, когда мы будем знать, кто я, кто, потому что эти люди будут тоже идти до влады, будут пхаться, виштовывать, так, как они всегда делают, ну, делать при этом все. Гроши вкладывать, вкладывать все, чтобы только не допустить патріотичных людей, громадян, которые могут что-то сделать для общества, то, конечно, мы програем. А когда мы будем объединены, вот, конечно, вчера было очень приятно видеть большую количество громадских организаций, которые хотят работать. Мы не должны это потерять. Это болело, потому что это уже, как бы, у нас такое коло, мецное, которое мы разъявляли, никому не думали. У меня есть одно из основных докточников, с приводу нашего вчерашнего круглого стола и решения, которые были ухвалены. Вчера на круглому столе те громадские организации, которые занимаются процедурами громадской иллюстрации, пришли к выставке и, фактически, все сказали, что те усилия, которые принимают громадские организации, недостаточно для того, чтобы тех негидников, которые проживают на владе, все-таки из этой влады усунули, избавили. И именно поэтому вчера было одно из очень важных решений, про которые я начал говорить Дмитро, о которых я хочу добавить, про создание при Харьковском областном управлении юстиции Громадской Рады, которая будет координовать деятельность в сфере державности иллюстрации, в том числе закон о очищении влады. То есть, громадские организации, которые имеют конкретную информацию про конкретных посадков, которые проводят громадские иллюстрационные процедуры, но которые не доходят до каких-то логических завершений, то есть в форме звольнения с посадки. Тут має подключиться как раз державная иллюстрационная процедура, в том числе закон о очищении влады. А единственный орган, который за законом о очищении влады на сегодняшний день, мает право координовать и деятельность, и займаться безусловно процесами усунения от выполнения посадковых оборудов, звольнения тех посадков, которые не прошли иллюстрацию, это Министерство юстиции. И, соответственно, Харьковское областное управление юстиции будет на территории Харькова, Харьковской области тим державным органом, решения которого уже будут обовязковые, и которые доведут решение громадской седологичного кинца, шлахом звольнения с посадки. И вчера как раз была инициатива реализована щодо утворения при Харьковском областном управлении юстиции Громадской Рады, и двинно до чиновного законодательства. И тут есть представители инициативной группы, которые будут заниматься реализацией этой вчерашней инициативы. Виктор Смарадинский, жюри Харьковской общественной администрационной палаты. Добрый день, спасибо за это. Спасибо за... Да, я просто хотела предложить, хватит ли юридических рычагов у гражданского общества воздействия на этих чиновников? То есть, как таким образом вы будете осуществлять этот контроль и усунение с посадки? Ну, мы предполагаем действовать в нескольких направлениях. И одно из этих направлений, это то, что было, как уже сейчас говорил господин Дениславский, то, о чем он говорил, что по инициативе общественных организаций, которые уже таким-либо образом в большей или меньшей степени принимали участие в инистрационных процедурах, в общественных инистрационных процедурах, была создана инициативная группа, в которую вошли представители разных профессий. Но могу сказать, что значительную часть этой инициативной группы составляют юристы, адвокаты. И наша задача формализовать наши взаимоотношения с органами государственной власти, которые сами по себе, в соответствии с законодательством, в соответствии с Конституцией, в соответствии с Законом Украины о государственной службе, должны быть заинтересованы в очищении, в собственном очищении, в очищении публичной власти, и государственной власти, и в публичной смысле органов местного самоуправления. И в связи с этим наша задача это формализовать таким образом, установить какие-то правила игры, ближайшие понятные, законные, соответствующие Конституции, не противоречащие законодательству Украины. И предложить эти правила игры главному управлению юстиции в Харьковской области, в частности председателю управления юстиции в Харьковской области, с тем, чтобы объединить наши усилия. Эта наша задача сформулировать требования к власти, наша задача разработать положение о общественном совете в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины номер 969, в котором предусмотрено создание соответствующих общественных советов. Я не сомневаюсь, что такой общественный совет будет создан, я не сомневаюсь, что нас поддержат, я не сомневаюсь в этом не потому, что это нам надо, я не сомневаюсь потому, что прежде всего это нужно власти, прежде всего это нужно подразделение Министерства юстиции, задачей которых и обязанностью которых является проведение соответствующих иллюстрационных процедур в соответствии с законами. Я полностью согласен с тем, что было сказано. Я хотел бы добавить, на мой взгляд, важные те рычаги, которыми мы будем действовать. На самом деле у нас есть сейчас практически все рычаги, которые нам нужны. Вчера на нашем круглом столе присутствовал депутат Верховного Совета Михаил Кобцев, Александр Кирш, депутат народный, тоже харьковчанин. Однозначно заявили и также многие другие о полной поддержке, в частности, возможных законодательных инициатив в этом поле. То есть то, что мы будем вырабатывать, это однозначно не будет теряться, не будет где-то исчезать. Мы имеем реальное право, законодательные инициативы, выходить вплоть до трибуны Верховного Совета и выдвигать свои предложения по изменению законов. То есть для меня очень важно, чтобы мы дали общественному сигналу, что наше собрание не будет выстрелом в воздух. То есть мы координируем свои усилия и номинально об этом заявляют, и Генеральная прокуратура о поддержке всех общественных инициатив. Они говорят, давайте, мы готовы слушать, мы готовы действовать. Высшая квалифика миссии судей точно так же готовы эти все действия рассматривать и ими заниматься. Поэтому я убежден в том, что у нас есть определенные рычаги, которые мы должны действовать и доказывать общественности свою результативность. Это самое основное. То, что касается, рассчитываем ли мы на поддержку со стороны чиновников в плане создания общественного совета, я думаю, что вряд ли. Я, например, не сильно рассчитываю на поддержку, я даже думаю о возможной оппозиции с их стороны. Поэтому мы те, кто вчера взяли на себя ответственность, должны понимать, что это наша личная тропа, которую мы должны пройти и создать достойным этот совет и не превратить его в тот балаган, который сейчас происходит в совете при областной администрации. Мы должны обеспечить его нормальную работу, здравое функционирование и результативность. Тем самым повысить надежду общества на это объединение. Дмитрий Горошковев, у меня к вам уточнение. Вы не в теории, а на практике знаете, как работают законодательные законы, в принципе. И, вы знаете, мне хотелось бы, чтобы вы сравнили. Вы видели начало пути Хайковской общественной иллюстрационной палаты? И вот сейчас это набирает обороты или все-таки не совсем? Спасибо за вопрос. Я хочу обратить внимание, что действительно Харьковская общественная иллюстрационная палата, как и иные общественные организации, взявшие на себя инициативу по внедрению и воплощению в жизнь на местах со стороны общественности закона об очищении власти, ввели и проводят последовательную свою работу. Харьковская общественная иллюстрационная палата провела ряд иллюстрационных процедур и их еще проводят. И, естественно, результатом этих всех действий и усилий общественных организаций и гражданских инициатив стал вчерашний круглый стол и подписание меморандума. То есть это логический результат нашей деятельности, о координации наших усилий. То, что они необходимы и нужны, хотя бы говорит тот факт о том, что несмотря на все процедуры, несмотря на все как бы уже осведомленности тех же чиновников, что их может ожидать и что их ждет, мы, как знаем, в том же Харькове, в Харьковской области, вчера имели случай совершения правонарушения, оценку которым даст суд, но, тем не менее, задержан ряд чиновников на получение взятки, как со стороны Люботина, мэра и депутатского корпуса, так и со стороны работника налоговых органов города Харькова. То есть это говорит о чем? О том, что наша инициатива нужна, мы внедрять ее будем, останавливаться мы не собираемся. Единственное, что хочу обратить внимание и сказать о том, что все-таки как бы мы должны особо уделять внимание на то, что не получилось так, как получилось в первых дней, когда некоторые сломяло, так сказать, горячо начали внедрять, реализовывать закон об очищении власти, не должна, не должна люстрироваться должность, не должен работать все-таки принцип персональной виновности, должен люстрироваться и подлежать очищению тот чиновник, тот человек, который ее занимает. Иначе, действительно, вчера стоял тоже вопрос на круглом столе, ну давайте мы 30 тысяч руководящих уберем, уволим и что дальше? Кто займет, кто придет на их места? Все-таки мы руководствуемся, ну по крайней мере девиз и принцип работы Харьковской общественной инвестрационной палаты, насколько вы знаете, был принцип 3П, патриотизм, профессионализм, порядочность. От этого принципа мы отходить не должны, повторюсь, люстрации и очищению должна все-таки, главенствующий должен был принцип, это персональная виновность, а не сама должность. То, что принято решение на вчерашнем круглом столе о создании, уже создана инициативная группа по созданию Общественного иллюстрационного совета при областном управлении юстиции, мы обратно поставим в известность и мы, я считаю, действительно, как сказали мои коллеги, имеем все рычаги влияния, возможности заставить считаться действующую нынешнюю власть с нашей гражданской инициативой, с теми усилиями, которые мы прилагаем. Это не говорит о том, что мы завтра поставим на площади гильотинку и начнем голову рубить, нет. Может быть, и не мешало. Может быть, в какой-то степени, но думать чиновников и ложиться спать в смысле о том, правильно я сегодня провел день и с утра он пойдет на работу с мыслями, правильно он проведет рабочий день, мы это заставим сделать и возможности у нас, у гражданского общества эти есть. То есть корректировать поведение чиновников, это ваша цель. Но, с другой стороны, система сейчас, она просто-напросто пронизана схемами. И, допустим, взяли мэра Люботина и сотрудника налоговой. Сейчас эти дела имеют возможность кануть в леду. Ну, или люди попросту имеют возможность откупиться. Как вы будете за этим наблюдать? Что будете делать? Одним самим фактом того, что мы уже сегодня об этом говорим на данной конференции, это говорит о том, что данную ситуацию мы будем опубличивать. В любом случае она будет находиться под нашим принципами, пристальным вниманием, как участвующих общественных организаций по иллюстрации, так и Харьковской общественной иллюстрационной палаты, так и того совета, который, как правильно сказал Виктор Семенович Мородинский, уверен, будет создан общественный совет. И просто-напросто мы вынудим власть отчитываться перед нами о результатах рассмотрения, о том наказании, которое понесли виновные, либо же недопущению, как тоже вот заметил Дмитрий, парадоксальный, вопиющий случай того, что судебная система, которая втихаря прошла уже процедуру, как выясняется, иллюстрации, начинает выдавать индульгенции, запрещая процедуру проведения иллюстрации в отношении конкретных чиновников, которые прямо и непосредственно попадают под закон об очищении власти. Этого не должно быть, мы должны об этом говорить, если мы этого делать не будем, то будет происходить то, что вы говорите. Это будет камать в лето, это будет решаться известными методами и вопросами, кулуарно, где-то тихо, в конвертиках, и все это, все инициативы сойдут на нет, мы вернемся к тому, что было, только еще, я вам скажу, будет гораздо хуже. Я еще один, я хотел только добавить, что помимо всего этого, о чем было сказано, вчера было принято решение взвалить на себя, мы приняли решение взвалить на себя, очень важный ответственный груз, связанный с подготовкой проекта изменений, закон об очищении власти, потому что это действительно необходимо, известно, в каких условиях этот закон принимался, каким он стал и каким он мог бы быть, известны заключения Венецианской комиссии, известны некоторые, это практика европейского суда по правам человека в связи с этим, и мы решили как-то совместно, совместными юридическими усилиями, усилиями представителей гражданского общества подготовить изменения и предложить их на рассмотрение тем депутатам, которые также в этом заинтересованы. И надо сказать, что мы вчера нашли поддержку со стороны тех представителей депутатского корпуса Украины, о которых уже на сегодняшний день. Кто будет проводить в камере Верховной Ради тех изменений, которые вы готовите? Вчера на грунтовой столе присутствовал Каева Крупция, поддержку заявил Александр Кирш, несколько иных народных депутатов, которые представляют, скажем так, проевропейскую демократическую крыло, проевропейское демократическое крыло Харьковского депутатского корпуса. Поэтому они изъявили готовность, проанализировав наш законопроект, который мы предложим, внести его на рассмотрение парламента. И отвечая на ваш вопрос по поводу того, каким образом мы будем добиваться, чтобы дела возбужденные, уолонное производство возбужденные, не закрывались за деньги, не решались, это как раз и есть, продолжение ответа, есть ответ на первый наш вопрос, о том, что мы как раз приняли решение координировать усилия всех иллюстрационных общественных организаций, для того, чтобы не упускать из поля деятельности общественности ни одного случая, когда чиновник, который дискредитировал себя своими действиями и решениями, будет продолжать работать, либо сможет откупиться, решить, порешать дела, как говорят, и остаться на своей должности. Это и есть целью нашей координации деятельности всех общественных организаций. У вас есть или будет какая-то общая база данных, согласно которой вы будете отслеживать таких персонажей? Как механически это будет происходить? Вчера на круглом столе как раз прозвучало предложение, что все общественные организации, занимающиеся процедурами общественной иллюстрации, должны создать единую базу данных о всех чиновниках, которые не прошли, либо прошли процедуру общественной иллюстрации. Причем эта база данных должна включать в себя не только Харкевский регион, но и фактически всю Украину. То есть нужно координировать свои усилия с общественными иллюстрационными организациями, процедурами во всей Украине. Потому что очень много, к сожалению, случаев, когда чиновник, уволенный в одной области, вдруг всплывает на такой же должности, или может быть даже на высшей должности, в другой области. Этого допускать тоже нельзя, и, конечно, нужна вот такая база. Но конкретный механизм реализации координации будет выработан в ближайшее время, когда мы уже в качестве рабочей группы сядем, обсудим и примем какие-то решения по тому, как координироваться и как не допускать таких случаев, о которых мы сейчас говорим. Уточнение? Да, я не в плане уточнения, а в плане добавления. Пользуясь случаем, да, я хотел бы обратиться к тем людям, которые сегодня нас могут слышать, чтобы мы для себя всех унили. Они говорят, ворон ворону, глаз не выпьет. Вот это, в частности, о чиновниках. Если кто-то рассчитывает на то, что мы одни справимся со всем и этот плац сдвинем без поддержки общества, то они глубоко ошибаются. Я думаю, каждый из нас должен понять, в наших руках есть возможность. Это удочка. Если мы хотим на нее поймать рыбу, значит, мы должны все вместе объединяться, приобщаться, говорить и находить какие-либо точки взаимодействия. Но это должно быть все. Поэтому я призываю всех тех, кто не просто хочет ходить, напинать власть или отсутствие иллюстрации и так далее, а что-то сделать в плане ее очищения, приобщаться. А то, что касается информации, однозначно. У нас вчера на круглом столе были ребята из такой более прогрессивной среды, связанной с новыми технологиями в области социальности и так далее. Мы все владеем. Сейчас легче в этом плане обмениваться информацией. Я уверен, что мы должны создать такую единую базу, куда бы люди могли давать нам информацию. Потому что у нас не хватает глаз, ушей и рук. У всех, даже тех, кто пришел, у нас пришло порядка 60-70 человек, активистов. Мы не можем охотить весь Харьков и тем более районы, увидеть каждого чиновника, который залез под ковер и прячется от закона иллюстрации. Поэтому нам нужна информация, чтобы люди, граждане, которые сталкиваются с этим беспределом на местах, давали нам эту информацию и мы на нее могли реагировать. Сами мы это все сделать не сможем. Поэтому, я думаю, скоординируемся, создадим эту базу и будем просить и хорьковчан в эту базу давать информацию, на которую мы будем уже работать. Знаете, до нас, чему мы створили, как бы, иллюстрационный комитет при конгрессии и интеллигенции? До нас только было звернено про эти порушения чиновниками своих людских правил життя. И тому мы вимушены были прийти до того, что треба что-то сделать, каким чином допомогать людям. Дуже много звернений, хочу сказать, от учебных закладов, от вишек, от керевництва вишек, шкіл. Нам треба звернути увагу на то, что сейчас происходит на этом освятительном поле. Вы знаете, вчера, сегодня у нас, до речи, есть выборы ректора политехнічного університета. И перед этим все видели в фейсбуке про то, что який там сепаратист, их доцент, как он показывает, как он любит Путин, и все. Побачите, зайдете в странице. Вы понимаете, человек работает в виши. Теперь, первое, второе, учителька 136 школы, директор 21-го, 23-го в Белгороде они поехали и святкували там какое-то свято с георгийским ленточком. Та, будь ласка, хай это их не будет, но они не должны виховывать нам детей. Я не чадю, чтобы они такие дети украинцы, а с них делали как-то турки неведомых. Понимаете? Нам треба звернути увагу как раз на оце поле про наше майбутнє. Мы будем звичайно чиновников люструвати, будем ослевкувати за ними. Але оце освятянську ниву, яку ще никто не перегорав. Ви розумієте, всі залишилися ті старі, які були. Нам треба щось робити. Починати треба з учителя, який робить майбутнє. Ну, чиновника змінили і все, але вчитель, який має вплив, великий викладач, і особливо, я вам скажу, дуже багато здебрень ХАІ авіаційного і університету Каразіна. Там найбільш сепаратистських настроїв, серед викладачів найбільше. Щось треба робити. Будемо робити. Як ви пам'ятаєте, 22 професори написали нам до Конгресу інтелігенції 8 років тому листа про зловживання ректора, який і нині є, Бакіру. Ми тоді розбиралися, створили державну комісію. Комісія була створена при голові держадміністрації, на той час був Аваков, і ця комісія прийшла до висновку, щоби зняти Бакірова за ті зловживання, які він робив. Але ж тоді не зняли, через два місяці Бакірову дали ортен. А счас він працює, і так зараз найбільш сепаратистські настрої якраз в Національному університеті. Ось чому справа. Ми розумієте, ми втрачаємо своє майбутнє. Ми тисячу комісій можемо створити ілюстраційних, але ми не можемо охопити оце поле освітянське. Нам за це треба братися, за те, де найбільше є впливу на людей. я думаю, ви розумієте, направлення, по якому будуть працювати активістів. У нас є ще один вопрос. Понимаєте ли ви необхідність на сьогоднішній день создання постоянно дійснюючого штаба общеських організаций, які займаються ілюстрацією? Хоча в части необхідність первого, щоб, скорей всього, люди не тільки в фейсбуці не були переписки, бази данных, вони дійти і відповідь, хто займається, почувствувати, що реально займаються. Вторе, наверное, для того, щоб, ну, первое, на самом деле, щоб була системна сработка постоянно, і третье, щоб там почались якісь образовательні процеси, тому що не совсем все на сьогоднішній день до конца понимають процеси общественной ілюстрації. Я вже не говорю о государствах. Я немного подытожу, да, то есть понятно, що гражданські ініціативи, вони разные, і собрання гражданських активістів достаточно складно, тому сумеєте ли ви систематизувати? Якщо можна, кратенько, і ми будем потихоньку завершати. Це якраз одна із тем нашого вчерашнього круглого стола, котрякася координації усилий всіх общественних ілюстраційних палат, комітетів і так далі. Тобто, ми вчера приняли стратегічне решення содействувати, сотрудничати, координатируювати свої усилия. Форму сотрудничества, создання постоянного действующего координаційного органа буде рассмотрено в ближайшее время на рабочем совещании представителей этих общественних илюстраційних организаций. И как раз с целью координації і доведення до логистого конца і буде создан Общественный Совет Прихарковська об основному сударству администрації. І пользуюсь, кстати, возможностью, то, що говорила Нина Ивановна, є свидетельством, що поле для илюстраційних процедур настолько широкое і всеобъемлюющее, что любая информация, любая помощь любых гражданских активистов в этой сфере будет нам всегда только уместна і никто не буде отвергнуть в своих инициативах. Поэтому мы обращаемся ко всем, приходите, присоединяйтесь і общими усерединіями, так і сказал Дмитрий, ми действительно сможем показати результат нашої деятельності. Я буквально одну секунду добавлю. Однозначно мы все поддерживаем формирование штаба. Я вам могу сказать, что когда идея родилась объединение всех илюстраційних сил, и я ее озвучив, илюстраційная палата, мы обсуждали, огромное количество было скептицизма в этом вопросе. Мало кто верил, что мы сможем это провести. Я общался со многими людьми, которые говорили, да ну у вас там ничего не выйдет, будет так же, как и в ХОДА, будет цей истерия, там драки, бои и так далее. Конструктива не будет. Мы поверили в свои силы, мы собрались и мы продемонстрировали консолидацию, мы продемонстрировали то, что это делать можно. Поэтому я уверен, что мы сделаем это еще раз, и мы сформировали такой штаб, мы пригласим туда всех, и мы будем в этом штабе однозначно системно и постоянно работаем. И вас туда тоже приглашают. Я бы хотела еще наволосить ось на чему. Всі, кто нас чують и бачить, хай звернуть увагу на то, что от них у вас есть кому сказать про то, что происходит у нас в городе, в области. Про адресы, куда можно направлять все листи, все ваши, я понимаю, что это не звернение, а это крики про допомогу. Вы будете обратиться до нас, жоден ваш запит не залишится таким, что не будет рассмотрен. Мы будем с вами співпрацювать. У нас будет не просто, как говорят, засылать в один кінец, это будут листи в два кінца. Вы обязательно получите ответ. Мы с вами будем співпрацювать. Но я бы хотела сказать, пишите, все, что происходит, все, что в области, в медицине, в судах. Люди чомусь про это мовчать. Мы же не можем заглянуть все, заглянуть в усі шпарин области, где что происходит. Дуже просим. Есть такой орган, он созданный при управлении юстиции. У нас сейчас идет его организация, но то, что он есть, что у нас уже есть, поэтому пожаритеся, это самое главное, и что нам и вам и нам это допоможет. А допомогать будем, и выравнивать все будем, мы все вместе. Я думаю, что это все будет эффективно, потому что работайте вы на единую цель и разговаривайте на одном языке, поэтому удачи.